Общение с людьми В то же время, сегодня нередко еще не придается должного значения общению. Отсутствие умения вести деловое общение является существенным пробелом профессиональной подготовки у сотрудников ОВД. Необдуманное слово, недостаточно осмысленный контакт с людьми, несовместимый с правильным решением проблем управления в органах внутренних дел. Именно поэтому важной задачей является организация общения, достижение необходимого контакта и доверительности в отношении сотрудников с другими гражданами. Необходимо отметить, что общение это сложный, психологически насыщенный процесс установления и развития контактов между людьми. В психологии чаще всего выделяют следующие функции общения. Информационное Обмен информацией Познавательное Познавательное Изучение собеседника И регулятивное Воздействие на собеседника Средства общения разделяются на речевые, вербальные И невербальные И невербальные Неречевые Основными способами воздействия в процессе общения являются убеждение, внушение, психологическое давление. Существуют приемы установления психологического контакта, которые условно можно изобразить следующим образом. Моделирование и прогнозирование путей установления психологического контакта. Снятие психологических барьеров для включения собеседника в общение. Мотивирование необходимости установления контакта. Создание благоприятных условий и элементов обстановки для установления контакта. Повышение значимости доверительной информации. Гибкого использования слабых и сильных сторон личности собеседника. В результате применения различных приемов должен быть достигнут психологический контакт, то есть такое состояние воздействия и взаимоотношений, которое характеризуется наличием симпатий, доверия и установок на взаимное сотрудничество. Общение между сотрудниками ОВД и другими гражданами – это сложный, психологически насыщенный процесс установления и развития контактов между ними, порождаемый потребностями оперативно-служебной деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку согласованной стратегии взаимодействия в целях решения стоящих перед ОВД задач, повышение уровня доверительности отношений. Получил ли воспитатель в ходе беседы необходимую информацию для дальнейшей индивидуально-воспитательной работы с осужденным? Определите психическое состояние осужденного. Что можно сказать о профессиональной подготовленности воспитателя к общению с осужденным? Пил в Спиренской области, из поселка Лобаново. Ты в Лобаново учился, да? Да, в Лобановской средней школе. Как ты учился там? Так, в средней. В тройке не шел. В тройке. А любимый предмет твой какой? История. История физкультуры. И все? Все. Родители у тебя тоже в Лобаново живут? Да. В Лобаново. А сколько им лет? Матери 56, а отцу 69. 69. Они на пенсии, значит? Да, на пенсии они удано. У тебя братья и сестры есть, наверное? Есть. Сколько? Много? Десять. Десять братьев и сестер? Да, пять сестерых братьев. И младше тебя есть? Нет, и самый последний. Самый последний. Братья и сестры у тебя в местах лишения свободы не были? Нет, я только один. А почему ты здесь попал сюда? К нам? По глупости. По глупости? Да. Так, сколько же тебе лет? Пятнадцать. Пятнадцать лет? Да. Пятнадцать. Так, скажи, пожалуйста, по СИЗО, как ты в СИЗО находился? Как тебя характеризовали там? Как сам считаешь? Я считаю. У меня слабый характер и вообще не могут держаться. Можешь держаться. Вспыльчивый. Да. Ну, надо укреплять волю свою, наверное. Надо. В чем проявляется слабость твоего характера? В чем? Даже не знаю. Ну, как у тебя отношения складывались с ребятами, которые в камере с тобой вместе выходились? Нормально. Нормально? Да. Тебя не обижали? Не знаю. Бывало. Пойдут стукнуть и все. Пойдут стукнуть? А за что? За пошесток. Без интереса. Без интереса. И ты в ответ не мог ничего ответить им, да? Отвечал иногда. Да. Получал тоже. Да. Получал. Хорошо. А дома у тебя отношения с родителями? Нормальные. Нормальные? Статья у тебя какая? 144 часть третья. Три года дальше. 144 часть третья. Три года. Это много для тебя или мало, как ты считаешь? Много. Много. А планы у тебя на будущее в колонии какие? У меня затраты на три года. На три года? А на условно-досрочное освобождение? У меня тоже на это считаю. А что для этого надо сделать? Ну, во-первых, хорошо учиться, поведение, работать. Хорошее поведение, правильно. Учиться в меру своих способностей и работать, трудиться. А после выхода из колонии планы у тебя? Ну, я пойду в училище, потом в армию. В армию собираешься? Хочется в армию идти? Конечно. Каждый год. Хорошо. Молодец. Ты состоял в детской комнате милиции на учете? Да, состоял. Я раньше ранний судимый, уже трое раз. Тебе сняли отсрочку? Да, сняли. Ты, наверное, убегал из дома? Нет, не убегал. Не убегал. Нормально жил. А почему тебе сняли отсрочку? Я колеса украл. Ну, значит, еще пошел раз в армию? Да, но я больше на это не помню. Проанализируйте беседу и укажите ее положительные стороны и недостатки. Как бы вы построили беседу с этими осужденными? Гражданин Шурулев, я вызвал вас по поводу работы в одной из наших секций отряда. Конкретно, секция профилактики правонарушений. Как вы на это смотрите? Как вам сказать, Игорь Жмир? Ну, в этой секции я не жила участок. А причина? Ну, причина. Здесь от нарушений никто не застрахован, так что. Так, Сергей, у тебя... Статья льготная. Твои статьи подпадают под действие указа о направлении настройки народного хозяйства. Срок подошел уже в ноябре 1986 года. Подходит твоя статья именно условно-досрочное освобождение. А ты сам знаешь прекрасно, что для того, чтобы условно-досрочно освободиться, необходимо не только хорошо трудиться, хорошо себя вести, но и активно участвовать в одной из секций отряда. Согласен? Ну, согласен, но... Все-таки... Желание у тебя есть побыстрее освободиться? Конечно, есть. Есть. Дома у тебя отношения с родителями как? Как? Нормальные отношения. Нормальные. С сыном, матерью, сыном. Ждут они тебя там? Конечно. Да, но... Тогда, почему твое желание такое, самое, участвовать в общественной жизни отряда? Не знаю. Так. Ну, хорошо, Сергей, я дам тебе срок 7 дней, неделю, подумать, взвесить все за и против, поговорить со своими друзьями, а друзья у тебя неплохие, и через 7 дней либо сам подойдешь, либо я тебя вызову, и там конкретно решим. Согласен? Так, граждане Вятошкин, я пригласил вас на беседу по поводу вашего трудоустройства, по отбытии срока наказания. Куда вы думаете поехать? После окончания срока отбытия наказания я думаю вернуться в свой родный город, там, где я родился, и уже знаю, на котором предприятии буду работать. А конкретно куда? Ну, я думаю, работать и строиться токарем, у меня специальность, это уже есть. Работать буду на том же предприятии, на котором работал мой отец. А специальность токаря где вы получили? Специальность токаря я получил здесь, в местах решения свободы, окончил. Здесь практика работы на станках? Да, я уже работал раньше на станке и знаком с токарным делом, поскольку встречался с ним еще работая по специальности, которая у меня была раньше. А здесь, находясь в местах решения свободы, я уже проработал тоже 6 лет токарем по этой специальности, по которой я хочу продолжать работать дальше. Хорошо. Отношения у тебя с родственниками какие? Ждут они тебя? Да, меня дома ждут, все нормально. Мать приезжает ко мне на свидание и жду, когда окончится мусор. В отношении трудоустройства уже понятно, ты в этом вопросе не нуждаешься, ты уже определил, где ты будешь работать. В отношении жилья? В отношении жилья тоже не беспокоюсь, потому что мать у меня одна и квартира у нее, а когда вернусь, у меня будет. Так, квартира у нее позволяет? Да, да. Жил площадь там достаточно для меня, для моей семьи. Будущий. Будущий. Ну, ясно. Это очень хорошо, что такие отношения сохранил с матерью за весь срок отбытия наказания. Ну, хорошо, Михаил. Цель у тебя хорошая. Желаю тебе всего хорошего. Гражданин майор, мне нужно свидание еще на один день продлить. Мне его дали одни сутки. Нужно как-то еще один день. Жена приезжает с ребенком, тем более. Одного мало дня. Так, одного дня мало. А с женой у тебя какие отношения? С женой у меня хорошие отношения. Пишет мне она. Дочь. Дочь даже пишет, она во втором классе учится. Ну, тем более дочери надо как-то там помочь со школьной программой разобраться. Так, ну, это хорошо. Но выручить и помочь здесь, Анатолий, я не в состоянии. Потому что народу в отряде много. Свидания все хотят получить. И помочь я тебе в этом вопросе не могу. Ну, как, может быть, кому-то повышено обратиться? Кто в этом вопросе более компетентен? Да, это твое право. Ты имеешь право обратиться к заместителю начальника по режимно-оперативной работе, майору Араташову. Он у нас ведает этим вопросом. Либо к начальнику режимной части, капитану Денисову. Если они дадут, то это будет очень хорошо. Моё отца, с моей стороны, будет тебе только оказано ходатайство. Я смогу походатайствовать перед ними о том, чтобы тебе дополнительно выделили ещё день к свиданиям. Значит, в связи с тем, что жена у тебя не желает с тобой порвать отношения, желает с тобой в будущем продолжать совместную жизнь. Дети к тебе хорошо относятся. Значит, вот по этим причинам я могу ходатайствовать перед названными руководителями. Хорошо. Значит, я напишу заявление ещё второе, или можно то оставить? То заявление оставишь и напишешь второе заявление. Только в этом втором заявлении укажешь конкретно причину, для чего тебе необходимо продлить длительное свидание на одни сутки. Рассмотрим ситуацию, показывающую действия администрации в решении конкретной оперативно-служебной задачи по пресечению картёжных игр среди осуждённых. Я осужденный Фёдоров Андрей Анатольевич. Обращаюсь к осужденным ДК-5. Весь свой срок я неоднократно играл в карты. Было дело выигрывал и проигрывал. Но в основном вообще проигрывал сам. Я неоднократно сидел в изоляторах, имел всякие взыскания со стороны администрации, решался ларьками и свиданиями с родственниками. Короче, имел самые плохие стороны нашей колонийской жизни. Мне осталось сидеть пять месяцев. Вы не подумайте, что я под давлением администрации говорю это. Я сам решил раз и навсегда покончить с этим злом. И другим советую больше никогда не связываться с картами. Они принесут только неприятности вам и вашим близким. Молодые, которые ещё не понимают до конца всего, бывает охота поиграть, выиграть. Но, как правило, они попадают. Обращаются к родным, чтобы им помогли рассчитаться. Они приносят горе не только себе, но и близким. Суждённые, подумайте над этим. Я сам сейчас осуждаю себя, что когда-то взял в руки карты. Но это больше никогда не повторится. Хочу освободиться на свободу с чистой совестью. А из-за карт бывает новое преступление. Я доложу начальнику колонии о том, что вы дали согласие выступить публично перед осуждёнными. И думаю, что он определит вам соответствующую меру наказания. Не до конца сроков, а возможно меньше. Оцените психологическое воздействие данного обращения на среду осуждённых. Каковы дальнейшие действия администрации в отношении данного осуждённого? Субтитры создавал DimaTorzok